12 спортсменов из Воронежа защищали честь нашей страны на играх стран БРИКС в Казани и стали обладателями сразу 22 медалей, 15 из которых высшей пробы. О том, как удалось добиться таких результатов, спросим прямо у призеров. Сегодня к нам присоединились Эмилия Тангара, легкоатлетка и Роман Житков, пловец. Доброе утро. Доброе утро. Рады вас видеть в нашей студии. Собственно, поздравляем с такими заслуженными, наверное, наградами. И как раз давайте поговорим о как они ковались, о подготовке к играм БРИКС, как вы туда попали, как отбирались, когда узнали. Вот об этом давайте поговорим. Эмилия, давайте с вас начнем. Спасибо большое за поздравление. Но начну с отбора. Он проводился в Сочи в конце мая, командный чемпионат России. Там у нас на БРИКС отбирались, получается, призеры. Первая тройка едет на БРИКС. Вот. Соревнования уже были волнительные, потому что первый старт и уже отбор на серьезные соревнования. Вот. Поэтому как-то все были в небольшом напряжении. Как-то все равно непонятно, как что получится. Вот. Но все получилось. Как бы отобрались. И все уже ждали. Ждали, готовились. Поехали на тренировочный сбор в Новогорск. Командой только вот те, кто отобрались и их тренера. Вот. И уже из Москвы мы отправились в Казань. Там нас тепло встретили. То есть мы приехали на базу, в Олимпийскую деревню, где мы проживали. Вот. Там нас с танцами... Получается, что-то БРИКСкая деревня. Да-да-да. БРИКСкая деревня. Да. Там нас с танцами, с плясками встретили, расселили. Вот. И уже там тоже ждали своих соревнований. Вот. Готовились. Я в основном в свободное время отдыхала, спала. То есть максимально экономила силы, чтобы... Класс. Какой правильный подход у человека. Очень рационально. А узнали, когда что будет отбор на БРИКС? Прямо сразу? Вот когда пробежали результаты, все, я еду. Нет. Нам заранее, конечно же, говорили, что этот старт будет отборочным. Да. Поэтому говорю, все как бы волновались. Потому что, ну, как мне кажется, для такого серьезного отбора должны еще какие-то старты впереди быть. Ну, чтобы разбежаться, там, если какие-то ошибки, их исправить. Вот. А у нас первый, единственный старт на отбор... И побежали. Да-да-да. И себе прибежали. Да-да. Вот первые три, кто прибежал, уже точно знают, что отобрались. Ну, как оказалось, это и неплохо, что так получилось. Ну, да-да. Да, все справились. Особо лево-рунский спортсмен. Роман, как у вас дела? Да, ну, у нас, в отличие от других спортов, отбиралась юниорская сборная. Это было на чемпионате России. Это когда было по времени? Это было весной, получается, в марте. В апреле. Перед чемпионатом у нас был сбор в Подмосковье. И как раз нам там сказали, что вот мы будем отбираться юниорская сборная на БРИКС. Изначально у нас отбиралось 22 спортсмена, вот, поэтому все были напуганы. 22 из скольки? Ну, 11 мальчиков, 11 девочек. Вот, поэтому я был насторожен, вот, и в Казани на чемпионате России я показал свои лучшие секунды. И первым отобрался в сборную. Ну, потом у нас были сборы в Кабардинке, опять потом в Подмосковье мы подводились и уехали уже в Казань. Вы как-то по полю подготовлены, неже тем легкотлеты выглядели. Ну, да, да, невозможно. А был промежуток перед играми для отдыха и восстановления? Или нет, до самых игр вы прям работали, 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 тренировались? Нужна вообще вот этот промежуток для восстановления перед ответственным выступлением? Или уйдет результат? Ну, прям вообще, чтобы без тренировок было? Нет, конечно, нет. Вот у нас, мы начали тренироваться с октября, и вот с октября мы все тренируемся, тренируемся. Там зимний сезон был, вот там, может, небольшая передышечка после соревнований. На новогодние какие-нибудь праздники? Ну, так. Тоже нет? Нет, но я на новогодние заболела, поэтому у меня был перерыв. И спортсмены. Да, так готовились, и вот, да, там, по-моему, недели две было от отбора до Игр Брикс. И как бы вот мы поехали, ну, вот тоже в Подмосковье, и там уже тренировались. Давайте как раз поговорим непосредственно о стартах. Что они из себя представляли, какие были, какой была конкуренция? Об этом, Роман. Ну, насчет конкуренции было довольно напряженно. Потому что против нас выступали основные сборные Белоруссии, там, дополнительная сборная Бразилии. Бразилия, то есть, ну... Кто самый сильный из них был на ваших лет? Ну, помимо России, честно. Ну, помимо России был такой спринтер Виктор Геморрайш из Бразилии. Вот он... Это серьезно, с этой стороны? Да, да. Мы с ним соревновались на полтиннике, он меня выиграл. Потом я его на 100 выиграл. Также мы там соревновались в эстафетах. Прям принципиально такое противостояние. Да, да, да. Ну, мы как бы с уважением друг к другу относимся, поэтому... А в скольких дисциплинах вы вообще выступали? Я выступал в трех личных дисциплинах и в двух эстафетах. И в итоге медали? Ну, три золотых. У меня стовольный стиль, золотая медаль. Эстафета 4 по 100 и 4 по 100 комбинированная мужская. И серебряная у меня медаль на полтиннике. Как раз вот. Да, да, да. С Виктором мы соревновались. Ну, это максимум, который вы выжили? Или могли бы еще лучше, еще вот две медальки? Ну, даже если бы я показал свои лучшие секунды, я бы не выиграл все равно полтинник. Поэтому... Зато честно. Есть над чем работать. Зато человек честно не сдавится. Так, ну что, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, а после продолжим наше интервью. Напомним, о подготовке и победах на играх стран БРИКС нам рассказывают участники и призеры соревнований Эмилия Тангара и Роман Жутков. Сейчас отправимся в традиционное путешествие с Евгением Жакотом, после чего вернемся к беседе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Напомним, о подготовке и победах на играх стран БРИКС нам рассказывают участники и призеры соревнований Эмилия Тангара и Роман Жутков. Эмилия, расскажите, как ваши старты, насколько была сильна конкуренция? Кто-то был определенный, кого прям опасались? Такой принципиальный противник, как у Романа. Мы до самого старта не видели протокола, не знали, кто будут соперники и в каком количестве. Ну так, количество, может, примерно знали, но и знали страны, но конкретно кто. То есть там посмотреть, как бегали девчонки, не было возможности. Прямо так волнительно. Да, это было волнительно, такое ожидание. И на собрании накануне нам показали протоколы. Я посмотрела, увидела девчонок с других стран, и это все таким реальным оказалось. То есть это все пока на словах, а тут видишь уже другие имена. Это было очень интересно и волнительно, потому что вообще непонятно, как бы мы тут в одной тарелке все соревнуемся, а тут новые люди, как они бегают. Были девчонки с заявленными результатами неплохими, поэтому это как-то так подстегивало. И, ну, конечно, не расслабляешься, а так на чеку, как бы все, надо готовиться. Точнее, уже не готовиться, уже надо делать, надо бежать. Вот, были на разминке, видела там, ну, вот тоже соперница. Уже выходя на старт, конечно, вот доволновалась. Выхожу на дорожку, все, как бы уже спокойствие. Работаем. Да, работаем. Да, работаем, все, побежала, как бы чувствую, могу. И смогла. Вот, получается, велика. Где-то там точки уже превратились. Это была, кстати, безусловная победа или прям вот тютелька в тютельку? Секунду в секунду. Ну, безусловно, я думаю, потому что там отрыв неплохой вышел. Да, я, ну, то есть я первую половину бежала, как бы еще... Дисциплина какая просто сразу? 400 метров с барьерами, да. Это серьезно. Первую половину круга я бежала, еще видела девчонок, и потом уже на второй половине разбегилась, разбегилась, и на финиш уже одна выходила. В целом, давайте поговорим о том, что окружало атлетов на играх по-мимо соревнований, что какие-то активности были, в чем-то участвовали, что-то вам показывали. Или быстрее спать, отдыхать и восстанавливаться. Да, не выходить из номера. У меня не было лично времени на всякие развлечения, потому что я возвращался в пол-одиннадцатого домой, как бы... А уходили из дома? А уходили из дома, там, в 6.30, в 7, типа... Какие тут развлечения? Да, тут особо не нагуляешься. После таких игр больших сколько нужно время для восстановления? Вообще нужно ли оно? Ну, как показывает практика, как бы продолжаем все равно тренироваться. Может там, ну, конечно, выходной есть, выходной, потом какая-то тренировка попроще, но потом все, уже готовимся к следующим соревнованиям. То есть, ну, как правило, идет какое-то время загрузки, потом разгружаемся и уже выходим на старт. Но лично у меня уже через неделю были новые соревнования. Скажите, вы улучшаете как-то свои результаты? Эмилия, кстати, вы показали свой лучший результат или пробежали в рамках? Нет, на тот момент я показала личный рекорд, и причем такой значимый для меня. Прямо получилось сделать то, что я хотела по времени. И как раз-таки через неделю уже, ну, не на международном старте, как бы на нашем обычном, я еще улучшила его. Ничего себе. То есть, мне кажется, эта медаль вас подхлестнула, получается, да? Улучшить свой результат. Ну да, да, как бы все уже, планочку не хочется снижать. Вроде, чтобы как бы не случайность это, а надо показывать, что как бы что наработали, то и показываем. Роман, у вас такая же история? Ну, у меня еще обычных стартов не было. Вот, через неделю будет первенство России, там посмотрим, как я себя проявлю. Ребят, мы от всей души вас поздравляем, очень гордимся нашими спортсменами, удачи вам, еще больше золотых медалей. Спасибо большое. Спасибо большое. Напомним, о подготовке и победах на играх стран БРИКС нам рассказывали участники и призера соревнований Эмилия Тангара и Роман Житков. Утро на ТВ-губернии продолжается, оставайтесь с нами. Продолжение следует...